Люди, лишённые детства, страх смерти, постоянная боль и унижение вместо беззаботных игр и домашнего уюта. То, о чём невозможно забыть и спустя десятилетия. В Ульяновской области проживает 68 бывших узников фашистских концлагерей. Все они, будучи детьми, наблюдали издевательство над соотечественниками и видели их насильственную гибель. На площади 30-летия Победы состоялся митинг в память взрослых и детей, замученных в плену. Алексей Русских вместе с депутатами и общественниками возложил цветы к монументу. Школьники и юнормейцы тоже участвовали в церемонии. И, конечно же, присутствовали и те самые узники, ставшие почтенными бабушками и дедушками. Не забыть и не поблить и смерть. Не почувствовать две дверей. Мария Тарасова родилась в Орловской области. В 1943 году она попала в концлагерь Пинские болота, где жестокость нацистов не знала границ. Родителей угнали на принудительные работы, а её вместе с другими ребятами оставили жить в лагерных бараках. Сейчас Мария воспитывает пятерых внуков. Она заслуженный строитель и просто счастливая женщина с удивительной судьбой. Но тогда жизнь маленькой Маши была похожа на настоящий ад. С нами тётка инвалидка была, она нас никуда не пускала. А остальные наши сверстники, мои сверстники, они, немцы, бросали хлеб в болото. И мы, голодные, бросались за этим хлебом и топли. Но с нами, с братом, со мной и брата совместный, уже его нет. Тётка была, она нас никуда не пускала. Ну и, короче, мы остались живы. В преддверии памятной даты специалисты соцзащиты осмотрели, как живут ветераны из числа бывших узников фашистских концлагерей. Естественно, с каждым мы работаем индивидуально. У кого-то какие-то свои потребности. Кому-то нужно подлатать в квартире санузел. Кому-то просто требуется внимания. Организовываем для них по возможности санаторно-курортное лечение. Кроме того, во всех муниципальных образованиях сотрудники соцзащиты провели памятные мероприятия, в том числе и на дому. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.